Городской хозактив традиционно это то мероприятие, где подводят итоги года и обозначают планы на будущее. Удалось ли реализовать задуманное, кто стал двигателями экономики и социального развития города в 2022-м, с какими трудностями пришлось столкнуться, об этом, а также о прогнозах и перспективах на год грядущий, подробно и обстоятельно рассказал в своем отчете глава города Александр Рогачук. В целом, несмотря на внешнеполитическую ситуацию и локальные сложности, председатель городсполкома отметил положительную динамику во многих сферах. Главным итогом уходящего 2022 года является факт, что нам удалось сохранить и даже в некоторых направлениях приумножить темпы социально-экономического развития всего нашего и народно-хозяйственного комплекса и других компонентов городской жизни. Это все благодаря нашим коллективам, благодаря нашим людям. Сложный во многих отношениях 2022 год стал настоящим испытанием для экономики и прежде всего для промышленного комплекса. Во многом из-за санкционной политики ряда стран были разорваны некоторые договорные отношения как на поставку сырья и комплектации, так и на экспорт продукции. Руководителям предприятий пришлось экстренно принимать решения искать новые рынки сбыта и перестраивать логистические цепочки. Благодаря грамотным действиям удалось сначала переломить, затем выровнять ситуацию, а впоследствии привести индекс физического объема промышленного производства к 98%. Александр Огачук подчеркнул, что экономика города экспортно ориентирована, поэтому и в 2023 году приоритеты и вектор направления не изменятся. Поиск новых рынков сбыта прежде всего в региональном разрезе Российской Федерации, поиск и нахождение каких-то вариантов импортозамещения, ну и конечно максимальное демпфирование, если так уместно выразиться, тех процессов, которые происходят вокруг нас. Наибольший вклад в промышленное производство Бреста в уходящем году внесло предприятие «Самушкин продукт». И это 30,5 от общего результата. Второй по городу результат у «Брестэнерго» на долю «Санта-Бремор» пришлось 11,2%. Свою лепту внесли группа «Гефест» и «Брестский мясокомбинат». Закономерно, что эти же предприятия – лидеры по объему пополнения городского бюджета. А вот более 30 миллионов рублей дополнительных доходов получено в бюджет за счет реализации и сдачи в аренду принадлежащего государству имущества и земельных ресурсов. В 2022 году, в уходящем году, нам удалось превысить те бюджетные показатели, которые были заложены изначально. Не секвестировали бюджет, а добавляли доходную и, соответственно, расходную часть, что позволило нам продвинуться в существенных вопросах нашего благоустройства. Я очень хотел бы, чтобы в следующем году у нас была тоже такая же приятная задача, миссия – делить деньги, которые получены сверх расчетных нормативов. Это очень сложно, но мне кажется, что кадром города Бреста это абсолютно по плечу. А вот будут ли по плечу задачи, поставленные в сфере строительства, пока же 2023 год. Есть ряд проблем, но имеются и пути их решения. Конечно, подводя итоги, отмечалось, что Брест признан лучшим городом Беларуси в вопросах благоустройства. И в 2022 году здесь состоялись три новых праздника, ставших брендами Бреста. Фестиваль ярмарка «Берестейские сани», конкурс ландшафтного искусства «Город-сад», Брестский фестиваль моды и стиля лук-бук. Обозначая планы на будущее, мэр города отметил, что всё лучшее должно остаться, а новое – способствовать движению вперёд. Планируя работу на 2023 год, мы, помимо подведения итогов, должны определить стратегические задачи, тактические какие-то моменты, чтобы 2023 год продолжен, несмотря ни на какие вызовы глобального или другого порядка, чтобы 2023 год стал годом успешного развития города вперёд. А это возможно только на основе нормального, динамичного развития экономического потенциала города. Также на заседании были рассмотрены вопросы образования, здравоохранения, торговли, спорта, туризма и прочее. С более подробной информацией можно ознакомиться в телеграм-канале председателя Брестского горесполкома Александра Рогачука. Людмила Лагудич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания «Бук-ТВ». Продолжение следует...